В московском районе Северная Бутова состоялось торжественное освящение архиерейским чином закладного камня в основании строящегося патриаршего подворья. Приход святого благоверного великого князя Дмитрия Донского тесно связан с попечением Русской Церкви о российских спортсменах. Тему продолжит Эльвира Гордеева. Совершить чин освящение закладного камня в основании строящегося нового храма Первопрестольного Града во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Бутово прибыл председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, глава Мурманской митрополии, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. За чинопоследованием владыки Митрофануса служили викарий святейшего патриарха и епископ Павлова Посадский Силуан, духовенство Дмитриевского храма и приглашенные священнослужители. Господи Боже наш, изволивай на всем месте и на всем положенном во имя Твое благословенном камени основать и себе церковь, сам Твоя от Твоих Тебе приносящих, воздвиженник Твоему словословию зиждемого храма, честь же и память святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского. По окончании предусмотренных чином молитвословий состоялось заложение памятной капсулы с посланием потомкам в специальную нишу в колонии Нижнего храма, которая затем была закрыта памятной мраморной плитой с текстом, повествующим о времени основания собора. Затем владыка Митрофан осветил закладной камень. Благословляется и освящается камень сей, окроплением воды сия священная, в непоколебимое основание храма в честь святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Строящийся храм в Бутово – главный храм российских олимпийцев, а настоятель прихода отец Андрей является духовником олимпийской сборной. Сейчас соборная молитва для российских спортсменов совершается во временном храме. А после завершения строительства комплекс будет одним из знаковых мест взаимодействия Русской Православной Церкви и спортивного сообщества России. Думаю, что это один из самых величественных храмов по программе строительства храмов в Москве. Уже сейчас построено, хотя мы не видим с вами ни сводов, ни куполов, как завершение. Обычно, когда завершается, сразу такой облик становится очень ясный и величественный. И то можно себе представить грандиозность этого замысла. А если бы вы знали, что там вообще мыслится и задумывается во второй, в третьей очереди, ну, это, наверное, самый амбициозный и грандиозный проект вообще, может быть, даже во всей России. В стратегии развития спорта до 2030 года отдельной строкой прописана очень важная мысль – выработать механизм государственной поддержки общественно значимых церковных инициатив в области спорта. Храм в Бутово – наглядный пример плодотворного соработничества спортивных и церковных структур. И это лишь пилотный проект «Первая ласточка». По мысли его святейшества, вслед за такими большими проектами, которые могут осуществляться на уровне епархий при крупных храмах, каждый приход непременно должен иметь свою спортивную площадку. Пускай это будет не зал какой-то особый, требующий затрат, пускай это будет уличная площадка тренажеров, пускай это будут просто турники или какие-то небольшие поля для занятия различным видом спорта, но это должно найти поддержку у государства. В завершении церемонии митрополит Митрофан вручил патриаршую награду Орден благоверного князя Даниила Московского президенту Олимпийского комитета России Станиславу Паснякову во внимании к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с 50-летием со дня рождения. Почетным гостем церемонии стала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Церковь и храм могут стать подобного рода ковчегом, в котором сохранятся в том числе и те здравые, правильные идеи, та здравая философия, которая закладывалась изначально нашими предками, чтобы спортсмены, олимпийцы, люди, которые порой владеют своим телом в совершенстве, чтобы они понимали и кто-то им рядом подсказывал и направлял, что это есть истинная гармония души и тела. За богослужением был совершен крестный ход на территории строящегося собора.